всем привет будем рисовать цветными красками еще один урок и опять мы начнем с построения да да мы будем повторять принципы построения пока вы их не запомните и в этом нет ничего странного мы всегда повторяем из урока в урок абсолютно простые вещи для того чтобы их отработать до уровня автоматизма и для того чтобы это у вас отложилось в голове и вы тоже на автоматическом уровне уже все это потом делали я буду всегда повторять главные принципы сегодня будем срисовывать вообще очень простую картинку потому что тоже один из главных моих принципов обучение это идти от простого к сложному я очень вам рекомендую не брать сложные вещи конечно сложные картины они более красивые они цепляют взгляд хочется их повторить но это будет сложно и вы будете допускать много ошибок и результат вам не будет нравиться и в результате этого вы разочаруетесь и даже можете случайно ненароком подумать ошибочно что рисование это не ваше но нет если вы выберете правильный путь правильные шаги будете делать то вам все понравится потому что это будет просто и поэтому мы берем простую картинку очень даже симпатичную и сейчас будем ее строить карандашом перерисовывать нужно тоже правильно и есть главные принципы перерисовывание это от общего к частному что это значит найти самые большие объекты в листе и их место расположения и только потом прорисовывать детали ни в коем случае не начинаете рисовать допустим эту картину с кораблика да там или с кораблика в котором вы прорисуете парус тут и так не сильно прорисован но делать этого я вам не рекомендую потому что даже профессиональный художник если пойдет таким путем он может ошибиться в пропорции и нарушить композицию листа для того чтобы перерисовывать я беру лист такого же размера если у вас будет лист другого размера вам придется еще пропорционально увеличивать либо сокращать картинку так как люди чаще всего зарисовывают с телефона это удобнее ну либо с монитора то это вот процессы пропорционального сокращения либо увеличения мы тоже потом разберем что же мы здесь видим какие две большие зоны есть на этом листе опять таки это море и небо и для того чтобы понять сколько здесь море сколько небо можно просто померить допустим море помещается здесь два раза то есть море это одна треть листа просто да если у вас глазомер не очень хороший чтобы нарисовать одну треть листа расчертить можете использовать линейку на первых стадиях обучения можно все делать все помогать вспомогательные материалы использовать инструменты потому что вы учитесь и конечно потом вы это отработаете и будете на глаз все это проводить в лед вот есть еще один способ без линейки более такой легкий это найти середину листа по вертикали и по горизонтали и относительно этой этих линий смотреть где у вас расположены ваши объекты на листе у нас здесь одна треть у нас здесь есть рамочка это мы приклеивать будем лист когда будем писать его акварелью поэтому я ее примерно по 5 миллиметров здесь себе оставлю эту зону пустой дальше у нас есть раз два три думаю тут три кораблика на линии горизонта и где находится первый самый большой кораблик он носом упирается практически вот в эту невидимую нашу линию вертикальную до которая нам обозначила середину нашего листа и сколько он занимает то есть чтобы не ошибиться в размере не нарисовать его сильно длинным сильно большим мы тоже смотрим допустим сколько он помещается в правую часть листа раз и половинка то есть он не половина вот этой линии а почти одна треть но чуть больше так скажем да вот тут вот то есть если мы еще вот эту часть разделим условно на две части то наш кораблик будет вот такой вот вот и мы намечаем такими засечками где у нас будет носик этого сама лодочка собственно и опять-таки не нужно кидаться сразу прорисовывать детали там моряков матросов рисовать канаты и все такое у нас есть еще парус который очень простой треугольной формы но этот треугольник он уходит у нас за край листа вот большая форма то есть вы сначала находите большие формы и потом начинаете все прорисовывать и не когда вы нашли одну форму а когда вы нашли все потому что когда вы нарисуете вторую там и третью не знаю тут акула плывет лодки люди еще и если будет что-то вы можете немного двигать это все и двигать гораздо проще пока у вас еще все не прорисовано потому что стирать детали уже просто очень будет обидно и у нас осталось вот столько места для двух других корабликов которые все вместе занимают гораздо меньше места чем один большой то есть их тут два они занимают меньше места и здесь плывет впереди 1 и там за ним чуть дальше 2 и это тоже ну здесь два паруса здесь один почему-то и здесь тоже есть нюанс то есть вы должны посмотреть сколько вот этот вот треугольник большой занимает место вот в этом пространстве от линии горизонта до вашего верха и мы смотрим что он не упирается вверх то есть он где-то на 5 миллиметров ниже ну так как у меня листы одинаковые могу говорить на 5 миллиметров если у вас будет лист другой то у вас будет другая пропорция вы ее будете пропорционально увеличивать либо уменьшать что он не упирается и вот он такой вот по высоте маленький и последующий еще ниже и последующий доходит до середины вот этого и мы их сюда прорисовываем вот таким вот образом теперь можно приступать к деталям у большого парусника тоже две части паруса и передняя правая часть она больше левой части соответственно мы замечаем это да если вы это не видите то вы можете опять-таки провести линия линию построения вот здесь ну это условно даже как бы мачта она может здесь находиться просто и за парусом не видно и относительно этой линии уже вы вам более легче глазу увидеть что находится вот здесь вот парус поменьше и вот этого часть будет побольше вот это вот прямая линия то у нас вот этот канат как он называется у моряков надо будет спросить кто занимается парусным спортом пишите в комментариях и вот это вот часть паруса она немножечко с таким надломом и и здесь еще еще есть полосочки которые мы можем наметить вот и что касается лодочки то левая часть чуть ниже а нос чуть выше то есть вот такой вот прогиб стираем ненужные линии линии построения и оставляем только то что мы будем раскрашивать вот таким вот образом если вы будете использовать этот принцип от общего к частному от того чтобы найти большую форму форм и форм и формы поменьше и в них еще более маленькие формы вы будете перерисовывать достаточно точно у вас будет прям копии тех работ которых вы которые вы хотите срисовать ну разукрашивать мы это все будем следующем видео если вам нравится как я объясняю если вы хотите рисовать и дальше со мной то ставьте лайки подписывайтесь делитесь со своими друзьями в соцсетях и можете писать какие еще темы вам интересны для того чтобы я сняла на эти темы для вас видосики всем большой привет из барселоны хорошего всем настроения и увидимся в следующем видео пока а и и и и и Субтитры подогнал «Симон»